Добрый день, уважаемые коллеги. Я главный университетный специалист Министерства здравоохранения Республики Беларусь по скринингу и ранней диагностики рака. Сильченко Александр Борисович. Да, к сожалению, Олег Григорьевич не смог присутствовать. Я прошу извинения, просто для меня это неожиданность, поэтому, пожалуйста, у нас регламент. 10 минут, спасибо большое, извините. В связи с тем, что у нас сегодня в стране как раз открытие вторых европейских игр, но он попросил передать самые добрые слова-пожелания в адрес организаторов этого прекрасного форума. Мне на самом деле очень понравились все доклады. Больше всего изумил доклад Руссана Шамильевича у нас в этом плане в Республике Беларусь и с Татарстаном единые точки соприкосновения в организации онкологической помощи в стране. Пожалуйста. Не туда нажал. Как вы видите, у нас из года в год растет, конечно, число заболевших онкологическими заболеваниями. Буквально в 2018 году это число больше 50 тысяч человек во всей стране. И мы видим тенденцию к дальнейшему росту, как, естественно, и в любой стране. В структуре заболеваемости первое место у мужского и женского населения – это, естественно, колоректальный рак. Если брать отдельно мужчин и женщин, то у мужчин у нас на первом месте вышла предстательная железа в связи уже с дальней, вернее, с длительной организацией скрининга рака предстательной железы. Ну, у женщин остается до сих пор молочная железа. Вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Если посмотреть в сравнении с 1992 годом, конечно, у нас очень выросло случаи первой и второй стадии онкозаболеваний, то бишь в ранних стадиях. Это больше 50 на сегодняшний день процентов в сравнении с 1992 годом. Но четвертая стадия до сих пор у нас, к сожалению, не очень-то и снижается. Чистота четвертой стадии среди выявленных случаев вот в этом году у нас. Лидирующая позиция, конечно, это поджелудочная железа, печень. Ну и больше всего то, что нас настораживает, это полость рта и глотки. В этом году мы совместно с Минздравом, с нашими главными областными специалистами лор и стоматологической службы провели совещание. Это, конечно, никуда не годится. Нам надо начать активную работу по ранней выявлению онкологических заболеваний полости рта и глотки. Стоматологов Тайлора в стране достаточно. Они состоят по приказу на диспансерных учетах иногда и не один год. Для чего? Для того, чтобы выявить четвертую стадию. Поэтому мы активно начали работать именно с пациентами данной группы. Ну и по нашим основным локализациям, к которым у нас в стране идет скрининг. Это колоректальный рак, это рак предстательной железы, шейка матки и молочная железа. Вы видите частоту встречаемости четвертой все-таки стадии у трудоспособного населения. Видно у предстательной железа снижение, поскольку давно идет у нас скрининг. Остальные пока локализации на одном и том же уровне. Ну конечно же, основной целью онкологической службы страны является снижение смертности населения от злокачественных новообразований. В структуре нашей онкологической помощи представлены четырьмя уровнями. Первый уровень это врачи-онкологи как городских, так и районных поликлиник. Второй уровень, то что я так понял в вашей стране, в Российской Федерации, это наши межрайонные онкологические диспансеры. На сегодняшний день структуру которых мы пересматриваем на базе межрайонных онкологических диспансеров. Мы сконцентрируем межрайонные в первую очередь скрининговые центры, где сосредоточим в первую очередь как финансовые, так и кадровые ресурсы для обеспечения государственной программы. Третий уровень это наши областные онкодиспансеры. В этом году, к счастью, началось строительство диспансеров Гродно, которого, к сожалению, не было до этого времени. И население Гродненской области получало онкологическую помощь на базе Гродненской областной больницы. Ну и четвертый уровень это, естественно, РНПЦ, Республиканский центр. Онкологическая служба работает по единым, конечно, клиническим стандартам, протоколам. В прошлом году переработаны эти стандарты. Это уже четвертое издание. Ну и, конечно же, надо понимать, что наиболее перспективный путь повышения эффективности онкологической помощи – это улучшение ранней диагностики и скрининг злокачественных на образовании. И, конечно же, надо понимать, что скрининг – это не диагностический тест. Скрининг – это целая комплексная программа. Это не маммография, это не фид-тест. Фид-тест – это не скрининг. Скрининг – это и приглашение пациента, и создание обновленной базы данных, и компьютерные программы, и обучение кадров, и так далее, и так далее, и так далее. Без этого всего, к сожалению, ничего не будет. В нашей стране с 2011 года шла пилотная программа по скринингу рака предстательной железы, с 2012 года по раку молочной железы, с 2014 года по колоректальному раку. Все эти пилотные программы, конечно же, доказали свою эффективность и нашли отражение в государственной программе, которая была принята в 2016 году по становлению Совета министров о здоровье народа и демографической безопасности, на основании которой был принят приказ Министерства здравоохранения по организации скрининга рака в нашей стране. Но, конечно же, все меняется. Как только начинаешь чем-то заниматься, ты понимаешь, что есть проблемы. И мы поняли, что на сегодняшний день популяционный скрининг в стране одномоментно нельзя вести. К тем 50 тысячам новых опухолей, которые мы находим ежедневно, при организации популяционного скрининга только по четырем локализациям, мы в год в нашей стране найдем еще 10 тысяч таких пациентов. Вопрос, где мы их будем лечить, как мы их будем лечить, кто их будет лечить и в какое время. Поэтому на сегодняшний день нами принято решение в первую очередь сосредоточить скрининги в семи регионах нашей страны. Это города-стотысячники. Естественно, обкатать всю эту программу, посмотреть результаты и подготовить кадры, закупить оборудование необходимое для того, чтобы в дальнейшем можно было внедрить популяционный скрининг по той или иной локализации. По поводу скрининга рака молочной железы, буквально кратко. У нас на сегодняшний день 65 маммографов. Для популяционного скрининга надо 140. Конечно, растет число обследованных женщин, но есть тоже большие вопросы. При скрининге рака молочной железы, что делать с женщинами, у которых мы нашли доброкачественное образование? При популяционном скрининге полтора миллиона женщин, если мы им скажем, что есть какое-то доброкачественное образование, хирургическая первичная служба захлебнется в этом потоке женщин. Скрининг рака предстательной железы, он доказал, еще раз говорю, свою эффективность. И для того, чтобы не было вопросов, буквально в этом году стратегии Евросоюза в области рака предстательной железы и группа ведущих экспертов в области рака простаты выступила в Европарламенте. Принято решение обратиться к правительствам государств, членам ЕС, с предложением поддержать разработку европейских руководств по скринингу рака предстательной железы. Ну и скрининг колоректального рака, понятно, без адекватной организации тоже ничего не будет. Скрининг рака предстательной железы – это не фит-тест. Дальше надо обязательно человека направить не к терапевту, не к проктологу, а сразу же к эндоскописту. Ему надо выполнить положительным тестом колоноскопию. Обязательно. К сожалению, когда мы организовали эту программу, мы посмотрели, что у нас не хватает ни специалистов, ни адекватного оборудования для того, чтобы выполнить это. Только у нас в прошлом году из 60 тысяч обследованных на фит-тест населения, мы получили 6 тысяч положительных фит-тестов и смогли выполнить только 3 тысячи колоноскопий. 50%. 50% – то бишь 3 тысячи человек ходят в стране с вопросом, есть у меня рак или нет. Все-таки есть кровь, скрытая в калии. Поэтому еще раз к тому, что популяционный скрининг одновременно вести нельзя. Ну а основные проблемы – это, конечно, как я уже сказал, кадры, материально-техническое обеспечение, электронная база, нормативно-правовая документация. Без электронной базы никакого скрининга не будет. Нельзя себе представить, чтобы в экселевскую таблицу загрузить полтора миллиона только человек по раку молочной железы, миллион по раку предстательной железы, полтора миллиона по колоректальному раку. Эта таблица будет открываться год. Чисто физически. Поэтому в этом году, к счастью, мы разработали электронную базу данных скрининга. К сожалению, я был в Москве, только буквально позавчера узнал, что буду здесь. Я бы показал. Но она работает. И мы на сегодняшний день внедряем ее, эту систему, на территории всей страны. Одна минута. Спасибо. Одна минута. С целью эффективного рационального использования мы смотрим материальных ресурсов. Мы поставили себе задачу выйти с предложением правительства о отдельной государственной программе скрининга онкологических заболеваний. На сегодняшний день мы смотрим с большей надеждой. У нас буквально на днях поменялся министр здравоохранения. Им стал онколог Владимир Степанович Караник. Поэтому у нас в этом плане есть какие-то свои добрые... Ну и по поводу обеспечения. Примерно около 49 миллионов долларов на программу нам надо на всю страну для популяционного скрининга. При этом внизу я привел цифру, что в госпрограмме всех онкологических заболеваний, то бишь строительство диспансеров, закупка оборудования и так далее, и так далее, вся программа составила 300 миллионов долларов в ценах 2011 года. Поэтому я думаю, это не такие большие деньги, и правительство нас поддержит. Ну, свои препараты выпускаем, лечение на практически мировом уровне, канцерегистр, чтобы не задерживать научно-образовательную деятельность. Я вот буквально только одну минуту хочу остановиться. По поводу образовательной деятельности. Это один из самых главных факторов вообще развития здравоохранения. Как мы на сегодняшний день пришли к такому выводу, да, ездим, проверяем и так далее. А кто у нас проверяет проверяющих? Кто сказал, что в самом главном онкоцентре области страны морфологические заключения являются 100% правильными и идеальными? Кто их проверяет? Никто не проверяет. Поэтому нам надо создать, и мы на сегодняшний день нацелены, и уже разрабатываем в первую очередь клинические протоколы по всем скрининговым мероприятиям, программы контроля качества выполняемых этих мероприятий, и, конечно же, образовательные программы в большей части с практическими занятиями. У нас в прошлом году открылся образовательный центр, свой на базе РНПЦ, поэтому все, кто желает, всех приглашаем. Ну и в прошлом году за огромную проделанную работу наш коллектив получил премию президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, в связи с дефицитом 1-2 вопроса традиционных. Пожалуйста, Дэвид Григорьевич и Александр Федорович. Спасибо за интересный доклад. Вы сказали, я вот, так сказать, услышал это, если я не прав, вы меня поправите, что у вас в результате скрининга увеличилось выявление ранних форм рака, но, к сожалению, не снижилась доля поздних форм. Это было сказано, да? Нет, я имею в виду, поздние формы – это в целом в популяции. Во всей популяции, не таргетных группах скрининговых. Но все равно не снизилось. Ну, пока да. Не снизилось. Это главный признак неэффективности скрининга. Вот когда повышается выявляемость ранних форм, они и не снижаются, и не снижается доля распространенных. Это главный признак неэффективности скрининга. Спасибо за вопрос. Доля поздних стадий злокачественных опухолей в таргетных группах, она меньше, чем во всей популяции. Поэтому она тоже снижается. Понятно. Но учитывая, что вы вряд ли покрываете все население… Пока нет, конечно. И теперь, я думаю, что вы пытаетесь убедить аудиторию, что скрининг рака простаты эффективен. Я хочу вам напомнить, что скрининг рака простаты входит в программу скрининга единственной страны Соединенных Штатов Америки. Нигде, ни в Европе, ни в Австралии, нигде скрининг рака… Программа, минуточку. Нет. Причем в Соединенных Штатах… Вы представьте, так сказать, возможности Соединенных Штатов Америки. Причем в Соединенных Штатах Америки это делается следующим образом. Врач-уролог обсуждает с пациентом, которому будут делать тест на ПСА и будет оценивать вероятность нанесенного вреда или пользы. Это звучит в программе скрининга рака простаты Соединенных Штатов. Вообще, когда, так сказать, так индивидуализируется подход, это правильно, но это уже не скрининг, понимаете? Это уже не скрининг, это они сами говорят, что это не скрининг. Это, в общем, некие мероприятия по ранней диагностике раковому выявлению. Но самое главное, что это единственная сторона, в которой проводится скрининг рака простаты. В Соединенных Штатах Америки. И то, это под сомнением многие международные, междунациональные организации, включая национальную урологическую организацию, против... Вот такой вопрос. Спасибо. Я думаю, этот вопрос не нуждается в ответе. Я на одну секунду только буквально. Говорит, да, но с учетом проведения скрининга рака пристательной железы в стране, в нашей стране, проходит с 2011 года, мы увидели снижение, я говорю, четвертых стадий. Вопрос только заключается в том, кого нам на сегодняшний день надо лечить при выявленном раке пристательной железы, а кого нет. Александр Федорович, пожалуйста, Ваш вопрос. Александр Богданович, Борисович, продолжение, наверное, темы, она затронула. Вы смело заявили о мировом уровне организации онкологической помощи. Мы хорошо знаем, что у Вас делается, и были много раз. Тогда объясните, 12% бестадийных, откуда и что это? Это четвертая стадия. Плюс 22%, 34%. Вот тогда я не вижу мирового уровня. Я, во-первых, про мировый уровень не сказал, спасибо Вам большое за вопрос. Но по поводу четвертой стадии, я сказал, на самом деле, у нас четвертая стадия на сегодняшний день, только четвертая стадия, сейчас я вернусь назад, почти 17%. Но у нас есть еще опухоли, то бишь неустановленные стадии, непонятно какие, и, соответственно, еще третья стадия, которую автоматически можно занести сюда же. Но суть не в том, что у нас не снижается, вернее, остается латентой вот эта вот четвертая стадия. Мы увеличили, в первую очередь, выявление в первой и во второй стадии. Видите, первая стадия, нет, мы снизили. Четвертая стадия в 92-м году была 22%, в этом году четвертая стадия 16%. Слушайте, ну надо прервать в рабочем порядке, вообще четвертая стадия во всех странах практически не снижается. Если мы посмотрим, я, кстати, попробую. Но это одно и второе, конечно, четвертая стадия. Не переживайте насчет четвертой стадии, это контингент больных, американцы быстро их вычеркнули, сказали, это такие люди, которые не являются на скрининг. Это одно, а второе, конечно, четвертая стадия, сегодняшняя четвертая стадия пациента и четвертая стадия 92-го года, это два разных пациента. Мы на сегодняшний день при ПЭД-диагностике условного рака молочной железы, когда находим метастаз в шею, единственный, это уже тоже четвертая стадия. И про водоглотку везде одна и та же проблема. Спасибо, вы такой же темпераментный, как и наша корифея от онкологии, поэтому спасибо вам большое. Продолжение следует...